КОМПОНОВКА 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 Как правильно скомпоновать танк? Где нужно находиться экипажу? Куда устанавливать двигатель? Как правильно расположить орудия и пулемёты? Первые танки уже вовсю сражались на полях Первой мировой войны, а на эти вопросы ответа всё ещё не было. Первые танки напоминали огромную стальную коробку на гусеницах. Внутри которой посередине стоял двигатель, а пушки и пулемёты располагались либо в корпусе, либо в специальных выступах по его бортам — спонсонах. Внутри машины было невыносимо жарко, немилосердно трясло, а при длительной стрельбе наводчики теряли сознание от пороховых газов. Секторы стрельбы из танка были ограниченными. В общем, поначалу танки были довольно неудобными устройствами с ограниченной эффективностью. Совершенствовать танки начали сразу после их появления. В английских средних танках «Уиппит» и немецких лёгких «ЛК-1» и «ЛК-2» конструкторы разместили двигатель в передней части корпуса, отгородив его от экипажа металлической перегородкой. Танкистам стало комфортнее работать, а боевая эффективность танков повысилась. В дальнейшем двигатель устанавливали спереди на многих машинах, но в конечном итоге такая конструкция стала встречаться очень редко. Законодателями танковой моды стали французы, сконструировавшие в 1916-1917 годах лёгкий танк «Рено ФТ-17». Эта машина выглядела не слишком внушительно на фоне своих тяжёлых и средних собратьев, но ей было суждено совершить революцию в танкостроении. Именно в ФТ-17 впервые была применена классическая компоновка танка. Конструкторы Жан-Батист Этьен и Луи Рено расположили мехвода спереди в отделении управления. В центральной части танка находилось боевое отделение. Над ним устанавливалась башня кругового вращения, обеспечивавшая обстрел из основного вооружения танка на 360 градусов. В кормовой части машины находился моторный отсек, в котором располагались двигатель, топливные баки и трансмиссия. Механизм, передающий с помощью коробок передач вращения от вала двигателя к ведущим колёсам и гусеницам. Эта компоновка танка применяется и по сей день с небольшими вариациями, у каждой из которых есть свои достоинства и недостатки. Классическая компоновка с задним расположением трансмиссии характерна для большинства советских танков того времени. Плюсы очевидны. Двигатели трансмиссию трудно поразить при стрельбе с передней проекцией. Экипаж можно изолировать от жара, шума и выхлопа, проще обеспечить вентиляцию агрегатов. Минус в том, что большой объём моторно-трансмиссионного отсека вынуждает смещать башню вперёд от середины корпуса. При этом смещается и центр тяжести танка. На передние катки приходится большая нагрузка, а машина сильно раскачивается, отчего на ходу стрелять значительно труднее. К концу Великой Отечественной войны эту проблему решили, развернув двигатель поперёк корпуса. Классическую компоновку с передним расположением трансмиссии долгое время использовали немецкие конструкторы, например, в танках «Панцер-3», «Панцер-4», «Пантера» и американские — в танках «Шерман», «Стюарт», «М-3 Ли». Благодаря совмещению отделения управления и трансмиссионного отсека можно было разместить боевое отделение и башню в центре корпуса, добившись равномерного распределения массы и упростить конструкцию приводов управления. Однако танк с передней трансмиссией был более высоким, так как по полу боевого отделения проходил карданный вал от двигателя. Передняя трансмиссия чаще выходила из строя при попадании снаряда в лоб машины. И, наконец, повреждённую трансмиссию, расположенную спереди, было труднее ремонтировать. Подведём итог. В наши дни большинство танков компонуются по классической схеме. Спереди в корпусе отделение управления, посередине — боевое отделение и башня, в кормовой части — моторно-трансмиссионное отделение. Но мало построить и скомпоновать корпус танка. Его надо доставить к месту боёв. О том, что такое ходовая часть танка, в нашем следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова